В аптекарском огороде стартовал весенний фестиваль цветов. В воздухе аромат сотен крокусов, нарциссов, гиацинтов и, конечно, тюльпанов. Родом из Средней Азии, этот цветок стал предметом финансовых авантюр и ажиотажного спроса, охватившего Голландию XVII века. Всё началось в 1593-м, когда в Лейдене на родине Рембрандта высадили первые луковицы. Их привёз довольно известный в то время учёный Карл Клюзиус из Стамбула и посадил у себя за забором в закрытом ботаническом саду на грядке в качестве коллекционного экспериментального растения. Возникла просто лихорадка, все хотели тюльпаны. Дошло до того, что за луковицу желанного сорта давали карету. За луковицу самого редкого и дорогого сорта Semper Augustus давали 5000 золотых флоринов. Сегодня это порядка 2500 долларов. В то время тюльпан – цветок модный и экзотический. Так появились легендарные дельфтские вазы. Их бело-синяя керамика похожа на русскую гжель. Многоярусные многогорлышковые сосуды ставили на самое почётное место в доме как показатель высокого достатка семьи. А вот как тюльпаны выглядели в дикой природе. Простые, невысокие, чаще всего красные. Их родина – степи Китая, Казахстана, Монголии, Древней Персии. Кочевники верили – первый тюльпан вырос на крови последнего дракона. Родина их в засушливых местах, в полупустынях, где они весной зацветают. И затем вся надземная часть отмирает. И луковица в жаркой, сухой почве спит, дремлет до будущей весны. Именно поэтому в наших условиях тюльпаны, как правило, выкапывают после цветения, тщательно просушивают. Выставка длится до середины марта.